Это про шесть врагов. Интересно, что все говорят про эти шесть врагов, и у Шига Прабхупады в комментариях часто мы читаем, поэтому это авторитетный список шесть врагов. Но я так и не нашел нигде санскритский текст, где эти шесть врагов, где они написаны. Но не нашел такого текста. Я уже у пандитов спрашивал, вместе как-то мы это поискали, не нашли мы. Но похоже, это настолько было очевидно, настолько все это понимали, все об этом говорят, все Ачарьи об этих шести врагах говорят, Шига Прабхупады об этих шести врагах говорят, что это просто очевидная вещь, что это всегда все об этом знали. И вот эти шесть врагов интересные. Я слышал анализ, Гангасвай Махарадж, как он их анализировал. На самом деле там в этих шести врагах тоже всего два, Ичха и Двеша. Просто тут между Ичхой и Двешой еще промежуточные вот эти пункты есть. На самом деле это Ичха и Двеша. И эти, значит, эти шесть врагов, они появляются из-за страха, то есть из-за того, что душа отвернулась от Бога, возникает страх, что нечастье, что меня не будет, соответственно, чтобы я мог быть счастливым, и чтобы я жил, я ищу решение этих проблем вот в этой ичхи-движ. Я хочу быть Богом, я ненавижу тех, кто мешает быть мне Богом. И смотрите, что у нас получается. Первое, ну, то есть вот эта иллюзия, я как бы не слуга Бога, я здесь нахожусь, я сам тут Бог. И вот что, вот если я Бог, вот что мне надо делать, что мне надо делать? Первое, что мне надо делать, это наслаждаться, наслаждать свои чувства, то есть приносить для моих чувств то, что этим чувством приятно. Или для моего ума, да, вот я хочу там быть кем-то, и, соответственно, вот это надо уму делать. Вот в этом оно будет счастье. И это называют словом кама. То есть первое, что у души, первый враг, который постоянно дербанит нас, он говорит, тебе надо вот это. Тебе надо делать, вот наслаждаться тебе надо. И это разные формы принимает. Просто самое яркое, это половое желание, вот. Но тем не менее под каму входят все остальные желания. Тебе надо то, тебе надо это, тебе надо это. И вот человек говорит, окей, мне надо для счастья, мне для счастья, и для того, чтобы я жил, и для того, чтобы я был счастливый, мне надо вот пирожки. Вот, надо пирожки. Вот, достал эти пирожки вожделенные. Откусывает этот пирожок. Откусил как бы хорошо же, правильно? Но следующий момент, который возникает у человека, когда он ест пирожки, вот, у него возникает гнев. Камок потом всегда приводит к гневу. Вот, и гневаться можно по двум причинам. Либо мне эти пирожки не дали. Знаете, уже как бы нес пирожки, поднос пирожков домой, да? И тут какие-то люди отобрали у меня пирожки. Когда вожделение не удовлетворено, когда желание не удовлетворено, возникает гнев. Притом этот гнев очень конкретный. На конкретных людей, кто у меня пирожки забрал. То есть причина есть. Это важный момент, потом поймете, почему я это подчеркиваю. То есть это конкретная причина, из-за чего я не получил то, что я хотел. Я на этих людей, или на эту погоду, или на эту собаку, я гневаюсь. Потому что вот гады какие, отбрали у меня пирожки. Вторая причина, почему я могу гневаться. Вроде поел пирожков, а вот я их поел. А что-то того, что я ожидал, оно не наступило. Поэтому тоже возникает разочарование. Тоже гнев. Может не такой яркий, но вот оно тоже толкает меня, что надо что-то это решать. Да, еще другой. Почему Кама всегда приводит еще к гневу? Потому что когда, еще третий вариант, первый вариант, отобрали. Второй вариант, поел и как бы не хватило, не хватило разочарование. И третий, я поел, а Кама же все равно, она же чем больше кидаешь, тем больше хочется. Это означает, что обязательно наступит момент, что я буду чего-то такого хотеть, а мне этого не дадут. Раньше давали, ну как бы, ну вот окей, а вот там хочу больше, ну больше уже нет. Это все равно придет гнев, все равно Кама приведет к гневу. И вот когда возникает гнев, да, вот я хочу убрать эти причины, из-за которых моих желаний не исполнилось, там какие-то войны, конфликты, ну какие-то вот неприятные вещи, да. Что делает человек, когда он в гневе, вот из-за того, что его желание не исполнилось. Третий момент, который он делает, обязательно он делает. Для того, чтобы избежать вот этой ситуации, когда мне не хватило, что надо делать? Запасаться, надо запасаться. То есть надо много, чтобы потом не гневаться, надо затариваться, вот затариваться. Люди начинают затариваться деньгами, продуктами, жадность проявляется. Хорошо, когда человек начинает затариваться всем. Вот мы сейчас видим, как из Камы, из Ичхи появляются двеши. Вот эта эволюция, как из Камы обязательно будет ненависть, обязательно возникнет ненависть. То есть когда Каму разжигают, обязательно будет вражда, сто процентов. Потом не надо удивляться, ой, а почему так произошло, мы же хотели как можно лучше. Но вы поливали Каму, поэтому не удивляйтесь, что люди убивают друг друга. Это естественная вещь. И вот, значит, жадность. Вот человек начинает все это, как бы вот там, все туда надо запасаться, тут вот это, вот это, вот это. Следующее, что возникает, возникает моха. Моха значит иллюзия. Смотрите, как это работает. Что значит иллюзия? Это означает, человек начинает меньше видеть, чем раньше. Я думаю, у всех, ну, кому там под 50, заметили, что зрение падает. Есть такой момент. Очки поэтому надо. И вот моха, это когда зрение, зрение падает. Зрение падает. То есть человек, смотрите, я вам пример приведу. Вот, допустим, это то, чего я хочу, да, мои желания. Если я сильно сосредоточен на этом, вот так вот сосредоточен, да, я же вижу это, мне это очень хочется, то я вас уже не вижу. Чем больше человек вот этим вот живет, вожделением, а что такое жадность? Это усиленное вожделение. Это прям многое, лишнего он хочет. То естественно, так как он лишнего хочет, он сильно на этой думает, то он начинает видеть реальность меньше. Близоруким становится. Вот эти там вот, мораль, бог. Какой бог? Не вижу его. Почему ты его не видишь? Ну, потому что вожделение сильное. Гадно, бог. Люди перестают других людей видеть. Они начинают есть друг друга, потому что они понимают, что он живой. Сначала животных едят, там же души нет. Потом друг друга едят, да, дегуманизируют друг друга. Они же не люди, посмотрите, это же не люди. Они, да, что сначала делать, чтобы, ну, конкретно возник, сначала надо перестать считать, что они живые люди. И вот смотрите, что они делают. Это разве люди? Они даже не звери. Они еще хуже. Поэтому, если ты его убьешь, никакого греха в этом нет. Вот это моха. Люди начинают, соответственно, придумывать какие-то новые философии, да, отвергают мораль. Вот, зачем эта мораль? Ну, как бы, она же мешает только. Вот это иллюзия. Люди погружаются в иллюзию. Ну, и главная иллюзия, конечно, что я тело. Ну, в принципе, это уже было сначала, ну, то есть, кама невозможна, если я тело. Поэтому она уже была. Но тут уже эта иллюзия прям сильно углубляется. Очень странные философии, да, очень странные понимания мира происходят. Очень странные. Можете в интернете посмотреть, что только люди не думают. Но вот эта иллюзия, которую мы говорим, она что усиливает? Она только усиливает, что ты бог. Все эти философские странные вещи, они только помогают человеку усилить понимание, что я и есть центр пуп земли. И из-за этой мохи, да, из-за того, что он все больше и больше начинает думать, что ну, я-то, в принципе, в центре, у него возникает мада. Мада переводится как гордость, переводится как безумие и переводится как опьянение. Это синонимы, на самом деле. То есть, человек становится просто очень гордым. То есть, я тут главный, я тут главный. То есть, вот это вот божественное, в кавычках, сознание полностью охватывает его. Я великий. И там добавляется, кто он великий. Видели, люди порой, когда сильно уж гордятся, они такие ходят, не замечают людей. И это также безумие. Потому что человек начинает безумные вещи творить. И вот человек под влиянием мады, вот этой гордыней, он пьянеет. То есть, вот, ну, то есть, знаете, маленькая такая, где эстетичная кончика волосы такая, опьянела. Я бог. Все по моей боли здесь происходит. Я решаю, что быть, я тут сам законы мироздания сделаю. Вот так вот оно будет. Видите, такой вот становится. Поэтому он никаким правилам не следует. Вот им надо следовать правилам, а мне никаким правилам не надо следовать. Потому что, если я хочу, это и есть правило. Это пьянство. Вот это пьяный человек. И он убивает других, он делает, что он хочет. И в конце концов, это приводит, обязательно, эта гордыня приводит к мацарьи. Мацарьи значит злоба или ненависть. Вот смотрите, если мы про гнев говорили, гнев. Гнев возникает, когда вот у меня был пирожок, и кто-то у меня отобрал. Я реально на него гневаюсь. За что? За то, что он отобрал у меня пирожок. Но мацарья или вот эта вот зависть, это другая вещь. Это глубже. У меня даже никто пирожок не отобрал. Никто не отобрал. Он даже про меня не знает, этот человек. Но просто у него больше подписчиков, у гады такого. И я его ненавижу. Понимаете? Это очень странное состояние, потому что душа по природе своей, она любит всех. Она радуется за всех. Она вот такая вот, это же семья. Какая там вражда, какая там зависть, какая там ненависть. Но вот это вот настолько безумие, что одно живое существо ненавидит другое живое существо. Почему ненавидит? Потому что очень гордый стал. И поэтому, если вдруг кто-то, чуть-чуть, буквально слово мацарья, переводится мат-сара, тот, кто меня обогнал. То есть я вот линейкой так представляю. И он на три сантиметра больше меня. На три сантиметра. Уже неприятно. Потому что я же бог. А тут получает сон своим существованием, говорит, что я не бог. Нехорош человек. Автоматически нехорош человек. Понимаете? И вот таким образом все началось с камы, а закончилось ненавистью. Вот это вот ичка, желание, двеши, ненависть. Такая интересная эволюция. Я просто обратил внимание, что оно логично. Одно из другого вытекает. И это живет в нас. Эти шесть врагов, они живут в нас. На разных этапах, в зависимости от сферы. На разных этапах это все по-разному выглядит. Но это вот букет, там одновременно есть и то, и другое, и третий, и четвертый. Поэтому вот это вот мне хочется, вот это я ненавижу. Вот оно там живет. И все истекает, все проистекает из-за того, что человек отвернулся от Бога.